Как сообщалось ранее, в рамках оздоровительной акции, организованной по инициативе Министерства здравоохранения, проводятся высокотехнологичные операции. Выездные медицинские осмотры с участием квалифицированных специалистов из столицы, которыми были охвачены и пациенты с эндокринными заболеваниями. Одно из важнейших направлений оздоровительной акции – лечение эндокринных заболеваний. Принимаются меры по профилактике сахарного диабета, организации правильного питания, повышению физической активности и пропаганде здорового образа жизни. В Сурханалинском областном эндокринологическом диспансере совершенствуются современные механизмы лечения и проводятся уникальные виды операций. Также организована деятельность эндокринологических отделений в Денавском и Сарасийском районах. Кроме этого, в областном эндокринологическом диспансере с участием специалистов из столицы были проведены высокотехнологичные операции пациентам, страдающим заболеванием щитовидной железы. На сегодняшний день мы проводим операцию у больных, которые в течение многих лет страдали различными заболеваниями щитовидной железы, которые нуждались в проведении хирургических операций. Сегодняшняя наша больная, она уже страдает заболеванием щитовидной железы в течение многих лет. Это токсический многоуздавод зоб. Совместно с нашими коллегами в Термезе, в нашем филиале, мы проводим сегодня эту операцию. Это обмен опытом с нашими местными коллегами и это проведение совместных операций дальше будет продолжаться. Расстояние от города Термеза до Ташкента более 650 километров. Это означает, что 12-14 часов езды на машине. Поэтому нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи тяжело приехать в столицу на лечение. Тем более, если на это нет возможности. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи по инициативе Министерства здравоохранения в Сурхандаринской области в рамках оздоровительной акции задействовано около 200 специалистов из ведущих медицинских центров нашей республики. Азиме Артыквой из Шарабадского района 48 лет. Много лет страдала заболеванием щитовидной железы. Со временем ее болезнь все ухудшалась. Отдышка, головные боли. Кроме этого, из-за болезни не могла дальше трудиться. В нашей соотечественнице была проведена высокотехнологичная операция. Меня позвали на осмотр специалистов из столицы. И на протяжении четырех дней меня лечили. И вот вчера провели операцию, которая длилась два часа. Сейчас состояние моего здоровья намного лучше. Бозорхал Авазовой 59 лет. На протяжении 28 лет страдает заболеванием щитовидной железы. У нее смешанный многоузловой зоб четвертой степени. Операция прошла успешно. Сейчас состояние ее здоровья намного улучшилось. Я очень мучилась на протяжении одного года и не могла самостоятельно передвигаться. Меня вернули обратно к жизни, за что я очень благодарна. В Сурхандаринской области около 28 тысяч больных с заболеванием щитовидной железы находятся на учете в энокринологическом диспансере. Ежедневно оперируют 2-3 больных, что стало возможным благодаря оснащенности диспансера медицинским оборудованием последнего поколения. Также налажено лечение при помощи оснащенной здесь солевой комнаты, где лечат пациентов с респираторными заболеваниями, аллергиями и эндокринными. Она обслуживает не только стационарных пациентов, но и амбулаторных. Причина создания солевой комнаты заключается в том, что к нам часто обращаются пациенты с заболеваниями верхних дыхательных путей, и чтобы выявлять их и лечить на ранней стадии. Кроме этого, данная процедура очень эффективна при лечении щитовидной железы, когда у человека происходят проблемы с дыхательными путями. На сегодняшний день в целях обеспечения интеграции образования и практики налажено сотрудничество между термецким филиалом Ташкентской медицинской академии и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эндокринологии имени академика Туракулова. Подписан меморандум, который предусматривает непрерывный диалог между специалистами центра и студентами, проведение исследований на основе совместных проектов, что имеет важное значение в подготовке высококвалифицированных кадров. Продолжение следует...